Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам кое-что о наших любимцах, звездах Латинской Америки. Начнем с очень приятных событий. Собираются пожениться Карлос Понце и Химена Дуге. Наконец-то скажем мы, потому что событие должно состояться в Майами, где живут оба, и в той же самой церкви, где Карлос венчался с первой женой. А почему наконец-то? Потому что давно мы ждем уже, когда же все это дело закончится свадьбой. Ну, вы можете сказать, что невесте выбор церкви может не понравиться, напоминать будет о прежних отношениях жениха, а вот тут мы можем с вами и поспорить. Потому что невеста и сама может преподать пару-тройку уроков по теме «Измени жениху и благополучно к нему вернись». Дело в том, что Химена действительно разрывала отношения с Карлосом в 2012 году из-за партнера по съемкам Фабиана Риуса, у которого, в свою очередь, есть семья, и который всегда позиционировал себя как верный семьянин и замечательный отец. А в 2013 году она провела три дня с певцом Рикардо Архона в Хьюстоне. Тем не менее, отношения с Понсо возобновились и должны завершиться свадьбой. Учитесь, девушки, вот так надо. А может быть, действительно, Химена решила отдохнуть от многолетних отношений с Порториканцем и поняла, что лучше него она все равно никого не найдет. Еще одно интересное событие у нас. Мани де Ла Парра окончательно забыл Майте Перронни и завел роман с очаровательной Ренатой Нотни. Американская пресса, простите, мексиканская пресса, на американской они еще пока не доросли, пишет, что их отношения стали серьезными с августа этого года, когда они опять же начали сниматься в одном сериале. Де Ла Парра, отвечая репортерам на вопросы о Ренате, сказал, что у них очень большая дружба и вообще у них все очень хорошо. Со своей стороны скажем, что пара чрезвычайно симпатичная, совет им для любви. У Гарри Гейтнера сейчас настоящий медовый месяц или месяцы, как уж там считать, он оттягивается с молоденькой девицей по имени Клаудия Мартин. Расстался с женой, с которой прожил 15 лет и который изменял направо и налево и себе процветает, живет в свое удовольствие. Кстати, напомним одну замечательную историю про нашего Гарри. Во время съемок в «Измене» в Колумбии он был застокан супругой в постели с другой женщиной. И нигде в прессе колумбийской, которая очень охочет до подобного рода скандалов, такой информации не было. Ну практически нигде. Вы спросите, почему? Ну, во-первых, потому что Гарри выходец из очень зажиточной и могущественной колумбийской семьи. А во-вторых, потому что умный Гейтнер перевел стрелки на великого и ужасного Марио Симаро. И пресса с удовольствием обсуждала его подлинные и мнимые проступки. Практически все слухи о Симаро тогда распространял именно Гейтнер. А сам оказался вне зоны внимания. Ну что скажем, ум, умище, можно сказать. Не будем напоминать все его высказывания о коллегах. Досталось там практически всем. И как еще досталось? Вот Марленни Фавело может рассказать, как он ее обрисовал в некоторых телепрограммах. После таких характеристик сниматься даже в рекламе подгузников не возьмут. А сейчас милашка Гейтнер высказывается о коллегах по сериалу «Амор из контрапа». Сказал, что во всех конфликтах на площадке виновен Эрнесту Лагвардия. Ну конечно, Лало Яниса лучше не задевать, потому как разговор у него короткий. Не успеешь ничего сообразить, как уже можно бежать и заказывать себе панихиду. Потому что Лало бьет только один раз и прямо в лоб. А Лагвардия производит впечатление более мирного персонажа. Но это только на первый взгляд. Видимо, с Гейтнером была проведена соответствующая работа. И пациент полностью изменил свои показания. Нет, говорит. Никаких конфликтов. Вы о чем? Я говорил? Да я ничего. И вообще я ничего не говорил. И вообще-то не я, между прочим. Вот так он. Кстати, о Симару. Он Гарри велел ближе, чем на 50 метров к себе не подходить. Так как за себя не ручался абсолютно. И можно его понять. Сам Симару сейчас в Мексике. Активно снимается. Участвует в благотворительных акциях. В частности, уже третий год он сотрудничает с Майти Прида, с ее фондом по борьбе с раком груди. Но не это волнует прессу. Еще в августе издание ТВ Нота опубликовало короткую заметку, где написало, что он нелюбезен с фанами. Что не захотел дать автограф. И буквально сбежал на своей дорогой машине от публики. Тогда как другие актеры раздали свои 2-3 автографа с превеликим удовольствием. Ну да. Когда фанатов 2-3, то тогда сам процесс раздачи автографов доставляет несказанное удовольствие. А вот когда их сотни, то призадумаешься, могут и на сувениры разобрать. А, и, кстати, про фанатов. Был тут слушок, что во время очередной встречи в Испании, которую Марио иногда проводит, был тут такой казус с русскими поклонницами. Их не допустили до своего тела испанские фанатки. Звые языки даже говорили, что россиянкам велено было просить разрешения, чтобы что-то снять или, допустим, подойти поближе. А так как русские не вняли предупреждением и фотографировали в свое удовольствие, а потом выкладывали фото в сети, то испанки обвинили их в воровстве. Вот так вот вообще, да? Ну, что можно сказать? Ужасно, ужасно. Одно скажем, этот узкий кружок фанаток, что русских, что испанских, такого качества, что и врагов не надо. А с врагами у Марио и так все в порядке. Ну вот, например, программа «Соль таласопа» странно интерпретировала появление Марио на театральной премьере «Аэропланус» в Мексике. В Мексике, точнее. Марио страшно возмутился, что бывает с ним крайне редко. Он вообще товарищ с нордическим характером в этом смысле. И после этого он выдал программе резкую отповедь в своем твиттере. Главный смысл был в том, что Дон Игнасио Лопес Тарсо, игравший в этом спектакле, сам пригласил Марио. У них отношения очень теплые на самом деле. А программа или ее руководство, вместо того, чтобы правду говорить, а если что не ясно просить пояснений, которые Марио охотно дает, так вот программа занимается не пойми чем. Надо сказать, что Симаро и Лопес Тарсо действительно очень хорошо ладят. И во время скандала на съемках «Море любви» Дон Игнасио защищал Марио от нападок некоторых коллег и говорил, что более дисциплинированного актера трудно поискать. А еще он, и тут врубаются фанфары, всегда знает текст наизусть. А чтобы опоздать на съемки, так и речи об этом нету. О работе мужик думает о не всяких глупостях. И еще одна жертва прессы у нас нарисовалась – Габи Спаник. Разнесли слухи, что ее уволили с Ацтеки за скандальное поведение, что у нее очень трудное экономическое положение, она фактически разорена. Так вот Габи уверяет, что ничего подобного не было. Она сказала, что публика не должна верить россказням о том, что она сама почти руина и что дом у нее отбирают. Ложь – это все. Ну, поверим Габи. Поверим, потому что пресса к ней тоже имеет очень странные какие-то такие отношения и постоянно пытается написать о ней что-нибудь такое этакое. А вот некоторые актеры сами дают пищу для разговоров. Ну, например, Маурисия Михея совершил так называемый «coming out», то есть публично заявил, что является гомосексуалистом. И даже публиковал свои фото в компании некого молодого человека. Ну, что мы можем сказать и правильно сделал. Ну, во-первых, это секрет Пали Шинеля. А во-вторых, от его ориентации качество игры совершенно не зависит. А актер он довольно хороший. Так что смотрим и получаем удовольствие. А вот проблема, так проблема, не то что, так сказать, проблемы с прессой. У Хорхи Равены усилились проблемы со слухом. Он практически ничего не слышит от них ухом. Очень жаль. Надеемся, что все это решаемо и никак не отразится на его работе, поскольку актер он, в общем, очень хороший. И хотелось бы и дальше видеть его на экранах. Ну, и напоследок, такая вот новость у нас, как раз к юбилею Вероники Кастро. Гнусный скандал разразился недавно благодаря чилийскому телевидению. Экс-детектив Хосе Мигель Вайехо поведал публике, что в 90-е годы Вероника Кастро открыто приставала к Кристиану Долефуэнте и предлагала ему стать ее любовником. Она якобы предлагала ему карьеру в Мексике, но путь к этой карьере должен был пройти через ее постель. Вероника ничего не комментирует, но Крис на это среагировал молниеносно. И не только проверк сплетню, но и вызвался поддержать Веронику, если она решит обратиться в суд. Он, в частности, сказал, что с Кастро знаком Шапочно, и что она настоящая дама. А в Мексику его пригласил Валентин Пинштейн, который сам чилийц, и поэтому помог Лимляку. Ну, будем наблюдать за тем, чем все это дело кончится, обратятся ли пострадавшие в суд. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok